Я периодически проверяю нашу трансляцию. С каждым разом, кстати, становится все больше и больше приезжих, и, соответственно, они, так сказать, забивают слоты в турнире, потому что они приезжают в раннем утром, покупают билеты, и, соответственно, получается, что местным игрокам все тяжелее и тяжелее пробиться на турнир, сегодня, во всяком случае, 26 человек стояло в вейсинг-листе. Даже ради них продлили позднюю регистрацию. Мартиншина хайджеки тут здесь, открывается стандартным двойным рейзом. Недоволен Илья, видно, как он карты так достаточно резко выкидывает. У Мариза опять две двойки, но сможет ли он второй раз выкинуть? Здесь уже все-таки со средней позиции рейз, даже, можно сказать, с хайджека, да. В этой ситуации двойки уже, конечно, немножко получше смотрятся. Вставил он алл-ин. Ну, Мартиншин паса там, скорее всего, нету, конечно. Тяжело найти 10 блайндов. Обычный куинфлип. Первая же карта сразу падает десятка. Улыбается уже Марис. Турном бланк. И ривером, судя по тому, что он взял свою кофту, падает тоже бланк, да. Покидает дивизионный стол Марис. У нас уже останутся два свободных места. Я думаю, что вот-вот должны подсадить к нам новых игроков. Расформировать должны уже другие столы. Один из других столов. Семь человек пока на телевизионном столе сидит. Мне все интересно, увидим ли мы какие-нибудь творческие рейды, или все-таки будет идти игра по карте. Про лайтовые 3-беты я аж прямо на них вообще могу только надеяться. Судя по предыдущему опыту трансляции LPS, лайтовые 3-беты – это очень большая редкость. Если в интернете поставить ререйс на 7-3, это нормально, то вот вживую это сделать под силу далеко не каждому. Ну и психологически это немножко сложнее все-таки. Мне кажется, что все эти осмотры, все эти читают. То есть опытные игроки только могут этим заниматься. Пусть еще дивизионный стол. Наверное, боязнь какая-то сыграть как-то совсем глупо. Может быть, это давит. Вот Горна готовь, король дам разномастный. Будет делать рейс. Его сейчас стэк примерно 33-35 тысяч после прошлого выигранного Алына. Делает он рейс, и левый кидывает. Давис на маленьком бланде выкидывает. Стас на битбланде задумался. С девяткой 1800 поставил Эсгар. Переспрашивает он, сколько был рейс. Ну, ощущение, что он сейчас раздумывает над Алыном. Стэк у него короткий. Думает, он либо Алынница, либо колить. Ну, извините, не колить, пас. Потому что, скорее всего, колить он здесь не будет. 12-й еще нам показывает его стэк. 15 блайндов. Пересчитывает он еще раз. Наверное, Туз-9 у него все-таки. Хотя Туз-9, наверное, ставил бы Алын. Сейчас, наверное, все-таки две девятки. Даже не знаю. Переставляет Стас 3-бет. Причем ставит столько, что никак не выкинуть. Уже, вроде, 5000 3-бетит. Выкидывает Эдгар. Вторую карту Стас нам не показывает. Но, я думаю, мы узнаем ее. И когда он потом присоединился нам к трансляции, либо в роли вылетевшего, либо в роли победителя этого турнира, оно расскажет, о чем он там 3-бетил. Со стэк в 15 блайндов. Может быть, все-таки у него было как-нибудь Король-9, Майс Туз-9, и он понимал, что 3-бет будет выглядеть страшнее все-таки. Как Спарк в 24? Спарк, судя по всему, еще играет. Его пересадили куда-то, где я его не вижу, но, во всяком случае, какое-то время назад он еще сидел и прекрасно себя чувствовал. Вроде как. Другой информации о нем пока нет. Дождитесь финального стола. Если на финальном столе его не будет, значит, он вылетел. Кэп позвонил, говорит вот такую вот информацию. Или я поставил Аллы на 5-8, надоело ему совсем уже карту ждать. Фактически без фолл-тек, ведь он поставил Аллын. Давис на баттоне Туз-король в мазь думает. Тоже Аллын ставит. Ну, не нравится этот Аллын. Ну, в плане, что, конечно, выкинуть Туз-король здесь нельзя, а тут нужно колить. Вот именно здесь, скорее всего, нужно колить. Можно спровоцировать Аллын от более слабых рук. А то же самое Туз-9 с библайнда могли поставить Аллын. Изоляционный. Мне кажется, кол здесь, ну, во всяком случае, большинство игроков бы здесь на Туз-король сыграли бы колом. Вот так он ставит Аллын, фактически выбивая руки кучу-кучу-кучу слабых рук. Плохой флоп для Ильи. Уже такой турн, дающий ауты ему. Две живые карты, двухсторонка. Мимо. Заканчивает Илья игру на этом турнире. Нажмет руку и удаляется. Остается у нас вообще 6 человек. Ну, точно должны сейчас подсаживать игроков. Не могут они в 6 макс играть, когда еще полный стол уже другие. Я думаю, что там уже где-то идет вообще рассадка стола. Просто игроки еще, может быть, не дошли. Показывают нам стэки. 44 тысячи у Дависа. Следующий по стэку Эдгар 30 тысяч. 27 у Минус и Мартинж 26. Станислав самый короткий со стэком 14 тысяч. Вот мы видим, посадили нового игрока. Желто-синяя такая байка. Тоже был он уже на телевизионных столах до этого. Отмещается он тем, что у него своеобразный карт-протектор в виде ослика. Если нам покажут более близко его карты и его фишки, то я думаю, что можно будет наблюдать. Треобразный стиль игры. То есть раньше он играл очень осторожно, играл в очень маленькие турниры. Сейчас стал играть немножко подороже. И пытается изображать какой-то творческий такой... Вон, видите, ослик стоит у него. Пытается он изображать какие-то лайтовые 3-беты. Но, правда, честно говоря, из того, что я видел, как-то не очень это получается. То есть изображает он изображает, но, мне кажется, не всегда он понимает, что он изображает. Вот это большая ошибка. Стас поставил с ботона олым. Все попадали. Спасибо. 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 Насчет ошибки дилера я расскажу, наверное, потом. И, наверное, не на трансляции. Это будет вне кадра. Останется. Не хочу, наверное, выносить это на обсуждение, на трансляцию. Оставим это потом. Слишком у вас своеобразная ситуация получилась. В следующей раздаче мы должны, наверное, все-таки подсадить еще игроков. Ждем. Небольшие проблемы с показом карт. Скорее всего это связано с тем, чтобы присоединился новый игрок. Его, наверное, еще пока вбивать в систему, чтобы компьютер правильно различал у кого какие карты. Давид ставит рейс 2400. Ну, достаточно большой рейс при блайндах 400-800. Если только они не выросли. Может быть, они выросли. Мы этого еще не знаем. Астаса Туз-5 на Коттофе. Я вот раздумываю. Вот он, наверное, над Аллыном. Да. Ставит он Аллын. Да, блайнды 500 тысяч и 14 блайндов. Пуш у него получается. С счетом того, как Давид с Рейзет. Я думаю, что он до этого имиджа был достаточно агрессивный. Ставит рейс стил Стас. Давид скидывает карту в пасс. Выкликаешь. Выкликаешь. Такая медленно, достаточно монотонная игра идет. Пока там поменяют фишки. Пока соберут антемы. Полевая. Полгнился на Коттофе две десятки. Конечно же, хорошая карта. Нужно открываться. До него пас. Рейзет Угниус. Две двести. Артур Набатоне Туз-Валет. Ну, в принципе, здесь пролазит пуш. Да, правильно. Двадцать два блайна против Рейзет. Рейзет Коттофа с Баттоном Туз-Валет. Хорошая пуш, конечно же. Ну, Угниуса, наверное, паса здесь нет. Соответственно, скорее всего, нужно колить. Ну, в интернете, конечно же, легкий кол. Сейчас он просто узнает сумму стэка. Большинство случаев просто во плане тех же самых Тузов Королей. Игроки не играют вот так вот. Таким пушем в два блайна. Соответственно, эти карты можно из диапазона Крауклиса здесь вычеркнуть. Ну, и вообще, десятка здесь очень хорошо. Конечно, тут кол. Коинт фликта не получается. Туз-Валет на две десятки. Десятки пока впереди еще здесь. Бланковая двойка падает. И бланковая шестерка Крауклис, судя по всему, вылетает с турнира. Да, Угниуса больше стэк был 28 тысяч на начало. 26. Учтиво, пожал руку встал и вышел из-за стола. Ну, увеличиваются стэки. В принципе, если сейчас им подсадят еще чуть-чуть больших стэков, то игра может стать интереснее. Потому что, соответственно, пока сейчас с короткими стэками. Мы короткие стэки повылетали. Должна начаться игра немножко все-таки поактивнее. Вообще, в каждую раздачу 3В. Я сейчас просто вокруг моего комментаторского сидения. Собрался весь этот телевизионный стол, который мы сейчас видим. Вот они все так же смотрят, обсуждают, что у кого было. Мы же смотрим всю эту трансляцию с задержкой. Задержка сейчас примерно составляет час. Дайвис раздает туз дамы, делает он рейс. 2 400. Вот заинтересно на маленьком бланде туз семь червей. Ставит он all-in здесь. 16 блайндов. В принципе, Дайвис вообще не нравится, конечно, этот all-in. Он так посмотрел. Задумался. Дайвис, наверное, все еще помнят, как он с туз дамов, туз король был перед этим заехал. Думает, раздумывает над колом. Все зависит от того, какой имидж был у Дзиндерса. Если он до этого не играл 15 кругов, образно говоря, это первый раз поставил all-in. Но все равно, конечно. 15 блайндов. Ему фактически нужно добавить 14 тысяч в банк 20 с дамой. Пересчитывает он свой стекс, смотрит, сколько у него останется. Делает он колл все-таки. Ну, подумал, подумал, прикинул. И сделал колл. Падает в флоп. Падает в флоп, который никому не помогает. Повтор девятки. Дает возможность на сплит, если откроется четверка или шестерка. Пустерка бланковая и Дзиндерс вылетает. Еще один парень вылетает в телевизионном столе. Ну, очень, так можно сказать, полетели головы, посыпались. Уж прямо, я бы сказал бы, так много аутов у нас за телевизионным столом. Тем временем три свободных места за столом. Шесть макс, получается, играют игроки сейчас. Такое ощущение, что супервайзеры не успевают просто присылать игроков, как уже кто-нибудь вылетает. Стас увидел на хайджеке 10-7 разномастные. Хайджек-то можно. Решил сам все-таки здесь открыться. Стэк у него 19 тысяч. Ну, 20 блайндов на Red Combat хватит. Угниус 10 оллет-червей закопал. Мартинш выкидывает. У Эдгара Туз 2 черпеи выкинул с маленького блайнда. Кристоф на дамо 8 в пикер. Среди зрителей тут пошли аплодисменты после этой раздачи. Собрал просто тонну оваций. Я бы сказал, что Стас предлагает уже дать автографу после этой раздачи. Они просто на турнире сейчас перерыв, они поэтому тут смотрят. Можно сказать, помогают, комментируют, но в эфир мы их пока не пускаем. Они все еще на турнире. Ждем вопросов. Можете их задавать в комментариях, будем отвечать. Мне кажется, Стасу понравилось Red Dead на 10.7. Я думаю, что он продолжит это делать. 22 тысячи сейчас в данный момент у Стаса. Выдержал паузу, чтобы сканер сочетал карты. Отправил их в пазл. Угниус, а два валета зашли. Открывается он. Хотел 2.300, потом добавил еще сотню. Открылся 2.400. Наверное, поставил, что на BigBlind сидит давит с большим стеком. И ни у кого нету карты здесь. Давит на BigBlind с дамы 6, бубей. Раздумывает он над чем-то. Колит. Стеки, хотя у них очень глубокий. Наверное, удастся есть какой-то план. Большой план, я бы сказал, такой, чтобы... Ух ты! Открывается топ-сет у Угниуса. Нравится ему флоп, конечно, такой. Но удастся, тем не менее, пара есть. И он, по-моему, собирается донкнуть. Донк и давит 2.900. Сет валетов здесь можно играть по-разному. В принципе, донк это, в большинстве случаев, конечно, признак слабости, либо дрова. То есть, флешдро, например, или там 8.5, 8.9. Здесь можно их играть и рейзом, можно через... под контроль прятать свою руку, давая оппоненту шанс прогрифоваться дальше. Выбирает вторую линию Угниус, делает просто кол. Падает бланковый туз, по сути, но бланковый он для Угниуса. Давис может представить, что эта карта хорошая для второго барреля. То есть, если он думает, что его заколлировали на средней паре, то вторым баррелем можно пытаться выбить по тузу уже дальше. Что-то там произошло, мы не увидели. Какая-то прыгнула трансляция, открылась десятка. В банке. Ну, судя по поту, в 11800 они оба прочековали. Туза. Чек мне не нравится здесь. Угниуса. Надо было уже ставить после чека. Дает вам фактически бесплатно покупать все. Давис опять чекнул. Угниус ставит какую-то большую, неимоверно большую ставку. Непонятно, с чего он хочет добрать. В 8000 он поставил ставку. 8200 ставит Угниус. Если все правильно мы видели, то банк 11000, практически полный пот он поставил здесь. Непонятно, над чем думает Давис, конечно. Биган он свои дамы шесть, да? Скорее его больше здесь вина, он залез без позиции на очень такой слабой руке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. еще игрока достаточно осторожного судя потому что он в ручках держит 33 фишки с такими тоже не очень отказ на к тофе король 8 на власть можно открывать конечно эту руку так ему позволяет час да и смайка блайнда карты карты мы пока не видим раздумывают он возможно 3 в этом думает дано нет заколерова 2300 все правильно остался на big blind 83 разномастные прекрасный спос нашел прекрасный спос для для сквиза шикарно ну наконец-то кто-то начал лайт его трибетить ну наконец-то вот она 20 blinds квиз для этого мула в чем того как кузову коля давеса так понимаешь он этим занимался и до этого поэтому здесь именно поэтому и был этот сквиз придуман что давеса часто не будут здесь карты даже подумать о коле если он защищает такие карты когда мы 6 в масть вполне возможно что я сейчас были какие-нибудь 10 8 в мае может быть король 9 просто туз 3 не знаю но это мы сейчас так просто гадаем понесли нет ни одна из этих карт не ответить на лына у нас очень хороших 20 21 для сквиза просто шикарно все раз показывает что карта не имеет значения парни что за г открылся король валет мой стандартный двойной рейс давес дама 7 в масть решился он по моему на 3бет что да собирается 3бетить надоело ему колить не попадает на два флопа решил изменить немножко стратегию с баттона пошел 3бет опять же динамику мы немножко не знаем поэтому как отнесутся к этому 3бету а март ничь как отнесли а просто лун сразу поставил туда и все 24000 давес опять проблем не получается у него ничего моментально практически выкидывает ничего не изображает хотя бы за это его похвалить что 5 не делал эту паузу там три минуты делая вид что это очень ужасно просто для него очень тяжелый пас чтобы кому как-то показываю ну да пытался своровать ну да но не получилось все все прекрасно понимает пятьсот тысяча блайнда антеста пятьсот тысяча блайнда антеста первой крисов выкидывает по моему вообще все давес на катофе дама 10 такое надо резить я уже примерно представляю ход его мышления стас на баттоне задумался с валет 8 в масть хотя по динамике если он сейчас будет что-то придумывать это мне не нравится потому что он как раз уже напридумывал предыдущие раздачи пора быть чуть-чуть скорость снизить слишком блефово будет смотреться сейчас неважно чтобы он делал слишком блефово будет смотреться выкинул с баттон понял что да не надо ничего придумать угнил сус 4 на маленьком блайнд отправляет в пас мартничный бег блайнде валет 8 такие же такие устаса только не только разномастные стэк глубокий 35 тысяч почти у него чуть чуть меньше защищает он делает колда ух ты открывается флоп какой дама 96 попадая в топ пару давис вот у мартнич ничего нету кроме гадшота и и возможно поэтому попытается что-нибудь придумать здесь стас наверное сейчас думает что зря он выкинул флоп и для него конечно тут хорошо подошел бы гашот плюс флешдро придумывают по моему рейс марты сейчас задумывается над рейсом да делает он рейс здесь тоже с трудом я понимаю что он здесь изображает достаточно быстро он рейс делает 6800 ставит ну и немножко видно по нему что немножко нервничает давис просто колет кол мне нравится то есть он допускает что мартнич может блефовать соответственно он просто колет даем проблефоваться дальше скорее всего все решится уже по турну семерка падает ничего ну хотя не совсем ничего она дает теперь больше аутов мартиншу если до этого его спасала только десятка то теперь его еще спасает и пятерка как старок у него становится и сейчас вот как раз нужно если он собрался блефовать сейчас вот нужно пушить это он и делает оставляя все нет не оставляю 21900 таллин он ставит а давис вроде как вроде как заколил а сейчас то чего думать тур то по сути бланк открылся по большому счету если коль или флоп то зачем тогда выкидывать над бланковым турни можно же представить что будут здесь крутить и валет 10 вполне гипотетически они могут быть и флеш дро любой даму мы конечно здесь вряд ли бьем если она там есть это скорее всего будет либо с лучшим кикером допустим дама валет либо две пары две пары тоже дама 7 дома 6 мы придумать не можем дома 9 только если слишком много блефа там в диапазоне у мартинша поэтому ну пас но под если если он не готов колить по туру тогда но тогда он тогда зал инс по флопу надо было попасть в топ пару чтобы потом сдаться по моему давис совсем перестал понимать что происходит за столом и делает все все больше и больше ошибок причем совсем грубых посадили новых игроков сейчас будем знакомиться полностью нет еще одна место свободно осталось последний 10 крок плюс на четвертый бокс посадили игрока этого игрока мы все знаем это вариман поэтому все его помнят с блогом с таиланда олег очень мой хороший знакомый я думаю что он разбавит сейчас этот молодой стол в принципе более чем способен кстати изобразить что-то показать какое-то творчество так что я думаю что стол стал еще более интересным сделал рейс не вижу правда там размера рейза давис 3 бетит 6000 крисов на 10 9 червях открывался давис пока мы не знаем на чем угниус на баттоне туз валет пике зарыл ну в принципе не так все плохо просто причем того что здесь здесь наверно сказывать все таки что кристоф который не играл очень много рук тут решил открыться соответственно давис понимая что там достаточно узкая еще и за три бетта туз валет пике можно отправить пас не показали нам карты дависа ну поактивнее игра пошла из как вы видите пошли блефы наконец пошли пошли три беты следить за этим немножко поинтереснее правда не всегда мы карты можем видеть но тем не менее динамика такая намечается я бы сказал да страстно коляются я бы сказал да ранали коза кто-то не выдержит ну амбр Silence ну амбр все от его амбр банка амбр Ну, Кристо подам 10 червей, думаю, выкинет он здесь, только что 10-9, проиграл. Остался на хайджеке 2 двойки, 25 тысяч стек. Ставит он рейс, ну-ка ты, а не, все правильно, 2100 он ставит, мне показалось, что он поставил 2600, поэтому я задумался, почему так много. Кукниус моментально закопал туз 5, Мартин Шнабата не выкидывает, Гундерс на маленьком бланде 2.7 тут даже в маг. О, Эдгар Карл 4 также в маг. Стас стек становится где-то 1028, еще пару таких хороших стилов и будет совсем комфортно. Напомню, что вы можете задавать вопросы в комментариях, ответы. Продолжение следует.